скажу вам честно у этого видео были все шансы не получиться они в общем-то все еще есть потому что я только начал снимать сейчас половина 9 вечера и минут 15 назад закончился мой рабочий день и моя рабочая неделя на самом деле не совсем закончилась потому что завтра мы будем снимать видео для канала deep talk новый explainer несмотря на то что это суббота по-другому просто не успеем хотим успеть поэтому будем снимать ух неделя была тяжелая насыщенная и тяжелая в общем-то насыщена была в основном приятными событиями но что-то как-то слишком много было много-много работы было 4 4 видео для моего марафона 30 видео за 30 дней сейчас я снимаю 5 завтра сниму еще шестое и воскресенье сниму седьмое честно говоря устал устал и уже в какой-то момент заглянул в свой список тем для видео которые я себе набросал и подумал что ни одна ни на одну из этих тем у меня сегодня просто нет сил но потом я вспомнил что у меня была тема про рутину я хотел поговорить о том почему для меня так важна рутина и как она меня спасает я подумал что сегодня отличный день чтобы об этом поговорить и как раз вот это вот ощущение что нет я сегодня точно кажется сегодня не готов снимать она очень подходит потому что у меня в жизни был довольно долгое время очень такой четкий и повторяющийся паттерн я много чего начинал и часто все это бросал причем бросал часто за буквально за несколько дней до какого до того как получить какой-то результат иногда конечно чаще конечно бросал и раньше но самое обидное вот то что мне запомнилось я учился в языковой школе учил английский и мне безумно нравилось я не пропускал ходил там два по моему разу в неделю и прям кайфовал очень все хорошо получалось я помню даже какой-то момент стоя на остановке в ожидании маршрутки зимой холодно я поймал себя на мысли что я думаю на английском если такой ойм сортард у меня в голове прозвучало дула у нифига себе вот это круто это я у нас только уже английским загрузился что я на нем думаю фанфект сейчас я чаще всего думаю на английском особенно когда речь идет о каком-то контенте последнее время в основном в основном думаю видео и о том чего вам такого интересного рассказать то в общем получается что очень много думаю на английском это забавно но не об этом и вот я занимался весь учебный год и оставалось совсем немного до выпускного экзамена когда нам там должны были вручить какие-то сертификаты которые причем где-то тоже котировались был от них какой-то толк и я в этот самый момент когда оставалось буквально пара недель до этой сертификации я просто перестал ходить я не пришел на эту сертификацию хотя и все отлично знал я мог спокойно сдать экзамен не напрягаясь я просто не пришел и меня когда уже стал старше меня этот паттерн начал пугать потому что как будто бы я не могу на себя положиться не могу себе доверять если я какой-то момент просто беру еще это бросаю даже то что казалось для меня чем-то очень важно и для меня лекарством от от этого стала рутина я превратился просто в огромнейшего фаната небольших но повторяющихся растянутых во времени действий вот как я придумал себе записывать видео каждый день и я примерно в одно и то же время каждый день сажусь перед камерой настраиваю свет подключаю микрофон сегодня кстати без него потому что нет вообще сил с ним возиться и потом перекидывать файлы синхронизировать аудио пишу прямо на камеру вот и каждый каждый день в одно и то же время делать делать определенное действие вот мы это начал тренироваться заправлять кровать мне кажется было лет 17 я презирал заправление кровати потому что нафига это делать и в какой-то момент я под влиянием может быть каких-то книг может быть какой-то философии которая тогда ко мне в голову попала я решил что я буду воспринимать себя как какой-то буддийский монах который каждый день должен в своей келье наводить порядок и это не только ради того чтобы был порядок а просто ради того чтобы ради того чтобы приучить себя к этому как этой дисциплине или там как у монахов называется послушание я не знаю кстати у буддийских монахов называется лет послушанием в общем приучить себя к тому чтобы чтобы делать то, что ты для себя решил делать. И вот, кстати, наверное, вставание, заправление постели, это было таким первым шагом. Я помню, я представлял себе, что я такой персонаж из Sims, и у меня есть прогресс-бар с каким-то навыком, который я осваиваю, и вот я прокачиваю навык заправлять постель. А на самом деле прокачиваю навык делать то, что я решил для себя делать. И да, кстати, сейчас, если бы вы видели мой стол, тут просто такая жесть. У меня не было времени вообще ничего сделать, да, в общем-то, я покажу вам, чего стесняться. Вот так выглядит мой стол с этой стороны. Тут вот тоже какой-то хлам в огромном количестве. Вот так это все выглядит. Это, конечно... Ну, я себе это прощаю. На сегодня я себе это прощаю. Было действительно очень много всего. И вот рутина, она... Это такая штука, которая меня спасает от размышлений о том, а что я должен делать прямо сейчас. Должен ли я это делать или не должен? Хочу ли я это делать или не хочу? Это просто какие-то штуки, которые я решил для себя делать, я буду их делать, я могу внести в календарь. Больше всего на свете я люблю повторяющиеся встречи. Потому что у меня есть повторяющиеся встречи с психологом, начиная с позавчерашнего дня у меня есть повторяющиеся встречи с моим тренером. До этого у меня были повторяющиеся встречи с логопедом. То есть это что-то, что я могу один раз вбить в календарь, указать, повторять каждую неделю. Больше не думать об этом. Мне придет уведомление, и я просто пойду и буду делать то, что я для себя запланировал еще тогда, давно. Мне очень когда-то понравилась фраза, я ее услышал от такого человека. Его зовут Армен Петросян, он делал издание «Жить интересно». Такой онлайн-журнал, возможно, он и сейчас его делает. Еще делал всякие штуки про, всякие марафоны тоже про саморазвитие, стодневки. И Армен как-то раз цитировал фразу, по-моему, это была фраза кого-то из его близких, может быть, отца или деда «Береги порядок, и порядок сбережет тебя». И вот можно сказать, что эта фраза последние лет десять, наверное, уже это такой мой отчасти девиз, к которому я возвращаюсь тогда, когда мне лень, неохота что-то делать. Но мне нужно напомнить себе, что, чувак, это важно. Ты сам для себя решил, что это важно. Тогда я говорю себе, что, Артур, береги порядок, и порядок сбережет тебя. Следующая неделя будет тоже жаркой. Завтра мы пишем эксплейнер. Здесь будем выставлять свет, выставлять две камеры, будем работать с реквизитом, я буду работать со сценарием. В общем, все это будет интересно. Я постараюсь снять какой-то бэкстейдж, потому что вряд ли у меня получится снять что-то другое завтра. Постараюсь показать вообще, как это все происходит. В воскресенье ждите тоже новое видео, а вечером я поеду в Москву, потому что во вторник, вечером в воскресенье я поеду, потому что во вторник у меня мероприятие, я буду вести онлайн-стрим, буду разговаривать с одним интересным предпринимателем о его бизнес-фейле. Все это меня радует, все это меня заряжает. И все это, в общем-то, тоже часть рутины. Я еду третий раз за этот месяц уже в Москву с перерывом. Ну, раз в неделю, получается, я мотаюсь туда-сюда. Увижу близких, увижу бабушку с дедушкой. С рутиной есть еще одна интересная штука. Это то, что... И это слабость. Какое-то слабое место рутины, по крайней мере, для меня. Это то, что когда она нарушается, все идет, в общем, не туда. Стоит какой-то рутине в моей жизни поменяться, что-то нарушает рутину. Например, я привык возить к восьми утра дочь в садик, и тут она заболевает. И уже... Или садик не работает. И у меня уже прям страдания, потому что мой привычный порядок вещей нарушен. И мне приходится долго адаптироваться к новому порядку вещей, как-то его осмысливать как новую рутину. А потом садик снова работает, дочь выстрелила, и нужно адаптироваться заново к старой рутине, снова переходить к ней. Я очень надеюсь, что со временем мне удастся быть более гибким, быстрее адаптироваться. Для того, чтобы рутина работала для меня на полную мощность. И, короче, рутина – это какая-то такая штука, которая как будто бы работает на тебя. Вот мне очень хочется, чтобы это было так в 100% случаях для меня. Такое вот сегодня спокойное разговорное видео. Да, черт, я забыл самое главное это сказать. Сегодня утром я проснулся и увидел, что на канале тысячи подписчиков. Это безумно радует, это безумно заряжает. Я безумно вам благодарен за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы подписываетесь. И я очень счастлив, что мне удается дать вам что-то ценное и интересное, заслуживающее того, чтобы подписаться. Поставить палец вверх, может быть, поделиться с кем-то моими видео. Очень круто, очень заряжает. И я все еще собираюсь записать видео с ответами на вопросы. Вопросов пока мало, но вы можете, если вам интересно со мной о чем-то поговорить, меня о чем-то спросить, то вы можете под этим самым видео, которое вы сейчас смотрите, написать свой вопрос. Я все это дело соберу и, наверное, уже на следующей неделе сниму видео с ответами на вопросы. Все, а теперь пойду домой, пить чай и монтировать видео. Увидимся завтра. Пока. Продолжение следует...